В 2014 году почему-то правительство Российской Федерации, используя закон о новых стандартах производства, мы перешли в фармпроизводство на новые стандарты, выписало предписание 61 фармацевтическому предприятию Российской Федерации о закрытии или реконструкции. Это означает, что если это предписание будет выполнено, то этих лекарств на рынке не будет. И мы ожидаем, что не выполняют стандарты качества, к сожалению. Формально, конечно, неправильно производят, но всё-таки российские предприятия должны иметь переходный период. И мы сейчас ведём очень большую дискуссию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, что, ребята, нельзя так жёстко подходить. Более того, не те времена, когда надо до последней запятой соблюсти инструкцию и закрыть 61 предприятие. Это рабочие места, это российские лекарства. Чем будет заполнен рынок? Импортом. Поэтому, если это произойдёт, мы ожидаем, что импортных лекарств на рынке будет 80-85%. То есть цифра ухудшится. А когда мы будем... На рынке это вообще какая доля? Это примерно чуть больше 10%. И это серьёзно, я хочу сказать, потому что эти предприятия, как правило, выпускали самые простые дешёвые лекарства. Дортаверины, аспирины, порошки различной мази. То, чем население пользуется. Поэтому я считаю, что нам нужно отстоять эти 60 российских предприятий и не допустить, чтобы правительство могло их закрыть.